Эти земли в юго-западной части города и стали предметом махинаций. 46-летняя Елена Лашманова, которая долгое время была председателем правления садоводческого товарищества «Зеленый друг», еще в 2012 году придумала весьма нехитрую схему. С использованием своего служебного положения она делала подложные документы о праве собственности на подставных лиц, а потом распоряжалась с участками по своему усмотрению. Настоящие хозяева узнавали, что их дача вовсе им не принадлежит. Абсолютно случайно. Участок наш дачный продали. Наш часть, часть, часть у нас продали. Частично или полностью, за пару лет госпожа Лашманова успела присвоить 6 дачных участков. Ее выгода составила больше 3 миллионов рублей. А это, по мнению правоохранителей, мошенничество в особо крупном размере. И хотя часть подложных документов настоящие собственники земли смогли оспорить, перед судом любительница продавать чужое должна предстать. Но по стечению обстоятельств в ночь накануне первого заседания 11-летняя дочь обвиняемой попала в больницу. Ваша честь, помогаю, невозможно продолжить начать рассмотрение уголовного дела по обвинению законов в совершении кримии и преступлений, поскольку имеются сведения о том, что ее дочь предъявлена в больницу. В связи с этим прошу судебное заседание отложить и направить запрос в указанное в лечебном учреждении вопрос о состоянии здоровья и ее точече и возможности в ближайшую арену принять участие в судебном заседании. Судебное разбирательство по понятным причинам отложили. В медучреждение отправят соответствующий запрос. Предварительно потерпевшие и обвиняемые встретятся в зале заседаний 12 ноября. Светлана Лашина, Павел Клабаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова